В Дворце культуры видно, пройдет 105-е годовщина образования в ЛКСМ. И хоть комсомол прекратил свое существование, люди до сих пор отмечают это знаменательное событие. Вступительной частью мероприятия стала церемония награждения ветеранов комсомола Подмосковья почетными грамотами фонда поддержки. Заместитель главы администрации Татьяна Квасникова поздравила жителей со знаменательной датой. Дорогие комсомольцы, с праздником нас всех, с юбилеем, со 105-летием нам всего 105 пустяки так какие. Молодежь и вас с праздником, вы будущее. Старшее поколение, юность которого прошла в Советском Союзе, на мероприятии вспоминали заслуги членов организации и обсуждали историю вступления в комсомол. Подросли, стали комсомольцами, мы возродили страну из тепла. После официальной части прошел концерт. Со сцены звучали знакомые каждому песни советских композиторов. Ученики школ выступили с танцевальными номерами. Мне, несомненно, очень сильно понравилось. Я испытал просто колоссальный спектр эмоций. Ветераны комсомола с большой любовью вспоминают эпоху своей молодости. Теперь каждый из них верит, что новое поколение сохранит былое единство, дружбу и дисциплину. Они воспитаны так уже нами, по-моему. И они уже такие же патриоты, как мы были. Ребята, возьмите искру нашу, вот, не сдвирай на наш, как говорится, седой волос, пронесите ее через всю жизнь. Будьте вечно молодыми. Любите нашу Родину. Она за это заслуживает. День комсомола стал для многих возможностью вернуться в дни своей юности и показать школьникам, что из себя представляла советская эпоха.